Дорогие наши зрители, дорогие наши слушатели, здравствуйте. Если вы меня видите, слышите, ставьте плюс, чтобы я убедился, что вы меня видите и слышите. Добро пожаловать. Ставьте плюс, чтобы я убедился, что вы меня слышите, все видно, все слышно, все отлично, очень хорошо. Хорошо, теперь я хочу вам сначала сообщить правила нашей общения, чтобы вы потом внимательно послушали, брали для себя какую-то пользу от сегодняшней встречи и так далее. Дорогие мои, я буду говорить о недвижимости сегодня, я буду говорить очень много сильных вещей и очень хочу, чтобы вы внимательно это все послушали. И второй важный момент, правила нашей общения. Вам надо соблюдать наши корпоративные культуры. То есть наша корпоративная культура очень важно соблюдать. То есть как? Просто отвлекать друг друга нельзя. Просто чат и болтать, это чат не для того, чтобы вы между собой общались. То есть, ой, привет, там Роман, привет, Игорь, ты где, ты здесь? Этот чат не для этого. Этот чат создан для того, чтобы вы могли со мной общаться. То есть иногда я должен убедиться, что у вас есть связь и так далее, обратный связь понимать. И, соответственно, в конце нашей встречи я дам время, чтобы вы могли свои вопросы сдавать, и тогда отвечаю на все ваши вопросы. То есть я буду определенные кольца вопросов отвечать. То есть, дорогие мои, очень важно, чтобы вы это осознавали и поняли. Вот. Поэтому здесь сдавать личные вопросы нельзя. Это первое. Потом, четыре вещи, из которых выходят корпоративные наши культуры. Это что? Первое. Нельзя мне задавать вопросы касательно религии. Я не религозный человек, я очень духовный человек. Я верю, что у каждой религии есть свою сильную сторону. Я уважаю все религии. Второе. Нельзя мне не задавать вопросы касательно политики, потому что меня это не интересует. Я не занимаюсь политикой, я не профессионал. Сдавайте эти вопросы тем людям, кто профессионал в политике. Третья вещь. Не сдавайте вопросы касательно этнического характера, национального характера и между собой на спорте в чате. Это очень важно. Если я вижу, что в чате кто-то из вас начинает ненужные вещи говорить или там слишком умничать себя, читать умнее всех, мы просто вас отключаем. Почему? Потому что, значит, вы не пришли здесь чего-то ценное получать. Вы пришли здесь просто показать, что вы такая крутая или такая вот там. Поэтому мы таких людей просто устраняем, они нам не нужны. Мы не работаем для таких людей. Четвертая вещь. Нельзя здесь заниматься рекламами, продвижением каких-то там своих идей или бизнес или что-то, или там рекрутингом заниматься или что-то. Поэтому здесь нельзя эти вещи делать. Сюда люди приходят, чтобы чего-то ценное усваивать, получать что-то хорошее. Поэтому, дорогие мои, очень прошу вас, вы должны соблюдать наши правила. Только так мы можем что-то хорошее сделать. Поэтому добро пожаловать. Вот такое. Теперь, если у кого-то из вас звук или не показывают, или звука нет и так далее, и так далее, скорее всего, у вас просто очень плохой интернет. Поэтому Азамат, Белек, те люди, которые такие вещи, пожалуйста, пишут такие вещи и так далее, вы личку им пишите, что, пожалуйста, либо перезагружают свой компьютер, либо, пожалуйста, пусть это займутся своими делами и так далее. То есть, либо просто запись потом послушают, потому что другой варианта нету просто. Вот. Дорогие мои, теперь хочу сначала еще несколько вещей узнавать от вас, потом начну говорить о недвижимости и так далее. У меня к вам такой вопрос. Пожалуйста, дайте мне ответ. Сначала хочу знать границы нашей сегодняшней встречи. Из каких городов люди находятся здесь, в этом встрече? Из каких городов вы находитесь здесь? Польша, Анна, добро пожаловать. Рим. Вау! Одесса, Уральск, Москва, Кемерово, Ташкент, Сочи, Шемкент, Красноярск, Алмата, Лондон. Вау! Ижевск, Курск, Москва, Душанбе, Санкт-Петербург, Туркестан, Грозный, Красноярск. Молодцы какие-то. Владимирск, Польша, Москва. Япония? Ого! Отлично! Душанбе, Андижан, Казан. Ого! Таджикистан где именно? Санкт-Петербург, Фергана, Москва, Москва, Салихард. Ого! Там так холодно, я был там. Ой-ой-ой. Уфа, Прага. Это Чехия, да? Перма. Отлично! Очень хорошо. Германия. Отлично! Красноярск, Москва, Бишкек, Адигея, Майкоп. Это где, я даже понятия не имею, где это Адигея, Майкоп. Новосибирск, Владивосток. Отлично! Кадамжай, Астрахан, Новосибирск. Такие города, так много, наши границы такие большие. Истравшан, Ташкент. Мошелла! Семей. Россия, Адигея. А, это Россия, да? Это Республика Майкоп, да? Или автономная какая-то республика, да? Рим. Харше. Уламбатир, Монголия, знаю. Ростов-на-Дону. Франция, Загир. Спасибо, дорогой. Махачкала, Ярослав. Жизах. Спасибо, ребята, спасибо. Южно-Сахалинск. О, вон там. Видите, как Сургут, Заравшан, Нукус. Добро пожаловать, Берлин. Ребята, добро пожаловать с разной точкой мира. Видите, как хорошо. Мы из разных Куля в Молдаве. Ого. Джалалабад. Молдова. Спасибо, Аганчар. Спасибо, спасибо, ребята. Большое вам спасибо. В Греции, что ли? Вау, спасибо. Второй мой вопрос, который к вам хочу задавать. Есть ли среди вас люди, которые знакомы с нашей деятельностью? Вообще деятельность наша школа. Либо посвящали тренинг, либо прочитали какие-то мои книги. Если вы прочитали какую-то мою книгу, например, один, два, три книги или пять книг, пишите, что три книги прочитал или тренинг посвящал, или что там. Чтобы я понимал, что какой аудиторией сегодня я общаюсь. А если вы впервые, просто пишите первый раз. Отлично. Значит, большинство из вас знаком с деятельностью нашей компании. И вы мою терминологию понимаете. Мой акцент вас не раздражает. У меня особенный русский язык. Вначале люди критикуют мой язык. Это им не очень по душе. А потом, через некоторое время, начинают любить этот акцент. И через год смотрят, что некоторые мои фразы для них становятся легендой. Они их просто с любовью повторяют, говорят. Даже иногда пишут, как я рассказываю. Хотя они сами нации, даже русские. Так что вы тоже привыкнете. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Отлично. Большинство из вас тогда знаком. Я очень-очень рад, что мы встретились. Спасибо, Голнара. Отлично. Я хочу задавать третий вопрос вам. А почему вы сегодня пришли на эту встречу? Какова причина вашего участия? С какой целью? И что вы хотите унести сегодня, после этой встречи? Вообще, какова цель участия в вашей встрече? Спасибо, Алина. Обязательно подружимся. Деньги надо. Знание. Получить знание. Угу. Вы название темы тоже иногда читаете? Я читаю про недвижимость, мало кто пишет. Ага. Спасибо. Спасибо. Дорогие мои, большое вам спасибо. Теперь, Азамат, закрывай чат, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Теперь послушайте, пожалуйста. Я буду рассказывать о нашей конференции, которая планируется в Иссекуле. Я каждый год провожу конференции, международные конференции. Люди приезжают из разных государств. Абсолютно из разных сторон, из разных государств. И, слава богу, хорошо проходит, очень хорошо. И на высшем уровне проходит. В этом году тоже мы надеемся, что обычно он у нас в июле. Июле будет. В начале июля. Надеемся, что до этого времени, если сейчас скоро, я так помню, что в ближайшее время все границы открываются. И Аллах даст, чтобы мы можем хорошенько, хорошо провести наши вот эти четырехдневные конференции. И Сыкули на высшем уровне. На это, надеемся, планируем, чтобы вот так хорошо его провести. Каждый год провели. С 2009 года я провожу эту конференцию. Каждый год один раз приезжают туда люди из разных стран. 500 человек, 300 человек, 700 человек. В общем, по-разному. Много людей приезжают обычно. Идея заключается в том, чтобы мы с вами могли именно научиться зарабатывать в недвижимости. Не знаю, недвижимость вам нравится или нет. Разные люди по-разному подходят к этому, но я заработал свой первый миллион недвижимости. Я очень люблю недвижимость, что делать, как делать и так далее. Один из моих направлений именно недвижимость. Я сейчас сегодня немножко буду рассказывать вам, о чем я буду говорить в конференции. Но между этими даю немножко, немножко, немножко ценности, чтобы вы что-то после этой встречи брали для себя. Это абсолютно водная встреча. Именно просто встреча, которая, что, надеюсь, что для кого-то из вас это становится начало пути его жизни. Я уверен в этом. Почему? Потому что у каждого из нас есть какая-то мечта, у каждого из нас есть какая-то в душе, знаете, вот какая-то, знаете, вот какая-то цель, как стать больше, чем кто-то есть. Любой человек подсознательно мечтает стать лучше своего версия и добиться большего, чем раньше. Это же самоутверждение. Это же и есть смысл в нашей жизни. Мы не можем в одном уровне стоять. Когда у вас есть хорошая машина, вы хотите еще лучше. Когда у вас есть хороший дом, вы хотите еще лучше. У вас есть немножко знаний, вы хотите быть еще мудрее, еще умнее. И это нормально. Плохо, если человек не стремится к этому. Когда человек не стремится к этому? Это тот момент, когда он духовно умер. Когда он умер внутри, его надежда исчезла. Когда надежда человека исчезла, дальше он ни к чему не стремится. Посмотрите, даже трава. Трава, посмотрите, обычная трава растет. Каждую ночь, каждую сутку беспрерывно растет. Это закон жизни. То же самое и здесь. Но это не означает, что это якобы обычные люди, у кого беднее мышление, они это не понимают. Они будут это императрировать таким образом, постоянно работать, постоянно хотеть, что ли. А когда смиренность добываешься? Смиренность совсем другое. Смиренность совсем другая. Жадность совсем другая. Смиренность – это когда вы благодарны за то, что вы имеете. Вы благодарны за то, что у вас есть, но вы продолжаете вкладывать усилия, чтобы еще добиться большего, быть еще больше полезным. Понимаете, Сократ говорит такую фразу, лентяй не тот, который ничего не делает, лентяй это тот человек, который делает меньше по сравнению к чему он способен. Я повторяю, это слова Сократа, вы знаете, что Сократ жил еще до начала нашей эры, и он еще древний-древний времен в Афине сказал такое, или в начале Римской империи, что ли, вот тогда, в общем. И он говорил так, вы представьте, лентяй не тот, который ничего не делает, а лентяй тот, который меньше делает по сравнению к чему он способен. Я знаю, что когда задаешь себе этот вопрос, ты начинаешь понимать, что вообще-то, если захотел бы, мог бы что-то сделать чуть больше. Бизнес недвижимости, один из самых выгодных бизнесов, которые я знаю, потому что мы знаем огромное количество людей, которые в недвижимости стали богатыми. Вы прекрасно знаете, посмотрите, любая компания, в Москве посмотрите, компания ПИК, самая крупная компания недвижимости, и огромное количество компаний, которые мелькими объектами занимаются, и они тоже с деньгами. В Казахстане, посмотрите, одна из миллиардных компаний, это как, BI Group, миллиардная компания, не маленькая, миллиардная компания. В Узбекистане, посмотрите, Аква, не знаю, в Таджикистане какая компания этим занимается, номер один, в Кыргызстане знаю компания, Авангард Стиль. Многие эти компании я консультировал хоть раз, в многих этих компаниях я общался, я видел и так далее. Поэтому недвижимость – это такой бизнес, в котором очень выгодно работать, зарабатывать и так далее. Объекты недвижимости, они, если вы внимательно обратите, это социальная потребность. Если вы научитесь недвижимостью заниматься, одновременно вы действительно решаете социальную потребность. То есть это другими словами, вы помогаете, вы свой город делите лучше и так далее. Экономическая потребность, видите, она связана с этим, потому что все хотят, чтобы иметь какой-то запас. Это благое дело, если посмотреть полезность, самокупность, юридических прав, характеристика, статус человека и так далее. Например, если вы с кем-то разговариваете, вы сразу спрашиваете у кого-то, а что у него есть? Люди уже подразумевают, когда говорят, а что у него есть? Всегда люди сразу легко понимают, если есть что-то в виде недвижимости. А если что-то, чего-то в виде другое есть, они мало его понимают. Если вы скажете, что он хозяин, например, Google или хозяин Alibaba, может быть, наш народ даже не понимает, а большинство людей не понимает этого. Но наши, особенно бывшие СНГ, большинство понимают, когда есть реальная недвижимость, которую они могут посмотреть и видеть и так далее. Недвижимость может стать очень хорошим источником дохода. Очень хорошим источником дохода. Почему? Потому что есть много плюсов в недвижимости. Я буду говорить много хороших сцен, если, пожалуйста, внимательно послушайте, чтобы для себя делать выводы. В этом курсе, в этом четырехдневном курсе, который проходит в Сайкуле, каждый день я буду делиться тот мой собственный опыт. Собственный опыт, который я прошел. Возможно, мой опыт кому-то из вас подходит, кому-то из вас не подходит. Но мой опыт отличается от опыта многих, например, успешных людей, которые вы видите. Чем отличается? Чем отличается мой опыт от успешных, от опыта многих людей? Именно тем, что я не получал наследствие. Я не стал успешным не благодаря какой-то агашке или тагашке или дяде или кого-то, кто мне помогал, тендрадовал или что-то. Нет. Я стал успешным не благодаря того, что просто повезло. Но нет. Я стал успешным благодаря молитве и благодаря постоянному труду. Беспреримный труд, стабильный, планированный и так далее. И кое-что понял. Мой путь легко повторять. Мой путь могут дублицировать, мой путь могут копировать. И на 90% любой человек, кто захочет. И она доступная. Я послушал много, например, миллионеров и миллиардеров, их опыт. И послушал их, например, примеры и так далее. Не каждый человек может их повторять. Это правда. Не каждый может. Как вы думаете, многие захотели повторять, копировать Макдональдс? Или копировать Алибаба? Или копировать, скажем, даже Алишеру Усманову? Или там, не знаю, давайте вот те, которые сейчас даже российские миллиардеры и так далее. Вот разве мало кто хотел? Майл.ру или Яндекс и этих. Многие хотели копировать. А что, все, правильно у них получается? Нет. Потому что, действительно, я внимательно посмотрел на это. У большинства из них путь был, какие-то особенные моменты, которые очень... Не каждый могут это повторять. А мой путь чем-то отличается. Он немножко отличается. Я не знаю, это, наверное, потому что я очень простой парень. Я вырос в селе из простой семьи и так далее. Вот так. Мой отец был пастух. Моя мама была, колхоз работала. Мне было годы, когда отец умер. И я десятый ребенок в семье. Я вырос в состательной семье, потому что в селе богатство это только было стадо. И у моего отца было большое стадо. Хотя он умер, у нас было большое стадо. Но когда в 90-х годах деньги поменялись, мы все потеряли. Как и все. Как и все потеряли в банках и так далее. И получалось, что в 95-м году, когда закончил, приехал в город, уже постепенно-постепенно стадо уменьшилось, уменьшилось, уменьшилось и так далее. Продавалось. А я приехал в город и начал работать своим трудом. И постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Время гражданской войны. Приедет такой момент. И через это все пришлось пройти самостоятельно. То есть поехал в Россию учиться. Полгода я работал грузчиком. Жил на улице. Языка не знал. Никого не знал. Ни у кого было советоваться. Было очень трудно. Правда, было очень трудно. Потому что я не знал, что делать. Потому что... Вы представьте, вот такую картину. Вы на улице. Я иногда жил в подъездах. Иногда в колодцах. Иногда на крыше. В каких-то складах. И так далее. Но меня держала одна вера. Я сильно верующий человек. Я верю, что если сегодня судьба преподносит нам что-то, за него обязательно что-то хорошее. Просто иногда надо иметь терпение, чтобы до конца дойти. Я верю в том, что неудачников не бывает. Но бывают люди, которые легко сдаются. Бывают люди, которые просто быстро сдаются. И так далее. Вот. И вот терпеливо я продолжал с помощью Всевышнего. И 27 лет удалось стать финансовым свободным. 29 лет первое банкротство. 30 лет я снова поднимался. 31 год снова банкротца. И я вот банкротился. У меня были около 3 миллионов долларов долги. С конца 2007 года по 2014 году я давал долги. Основным я попал в долгах в 2008 году. То есть я начал работать в 2007 году. Разные проекты с разными людьми. В 2008 году я попал в кучу в долгах. Это весной был. Когда я начал автоматически. Просто не за что попасть в кучу в долгах. И так далее. К осенью 2008 года у меня было 174 человека в долгу. Это было 1 миллион 846 тысяч долларов. А чтобы эти деньги вернуть, я начал работать, продавать то, что у меня было. Частично вернули. А что-то смог, что-то не смог. А потом работал. Ребрался за разные проекты. Лишь бы, чтобы зарабатывать, вернуть. Но не получилось. Деньги не было наоборот. Мне пришлось еще брать кредиты на имя друзей, знакомых и так далее. В Казахстане, Кыргызстане. Потом еще я партнеров подтянули и так далее. До 2011 году у меня долги увеличивались около 3 миллиона. 13 разных проектов я участвовал и все заканчивались новыми долгами. Я не понимал, почему так происходит. Но мое мышление, оказывается, было мышление должника. Что бы я ни делал, окончание было. То есть заканчивалось новыми долгами. Потом я осознал, что я начал работать над собой. Начал очень сильно работать над собой. Круглые сутки почти делал правильные вещи. То есть изменили себя. То есть видите, в священнике книги написано, в Коране написано. Мы не изменимся ваше положение, пока не изменитесь сами. А потом, когда я начал это делать потихонечку, и начал очень много читать, очень много работать, посещать, консультироваться и так далее. Я понял, что что-то с инструментом, который я использую для достижения моей цели, для решения моей проблемы. То есть это мои мозги. Вот с этим инструментом что-то надо делать. Бесполезно работать много, если этот инструмент имеет дефект. И вот тогда, слава богу, все изменилось потихонечку. Я к 2014 году закончил свои долги. И в 2014 году, вот сейчас вы видите дальнейшую историю, как это все было и так далее. Слава богу, в 37 лет я закончил все долги. И сейчас мне 42, завтра мой день рождения. Аллахамдуллилах, мне выполняется 42. Я 78-й год рождения. И Аллахамдуллилах, слава богу, этот будет. Бог даст. На данный момент у меня 24 бизнеса. Правда, что-то хорошо идет, что-то это кризис чуть-чуть заморозилось, потому что везде все закрыто, что-то активно все равно, кризис все равно развивается, мы гибкая компания и так далее. Ну, сейчас дальше. И вот кто я есть, немножко, чтобы вы просто представление имели. Чтобы вы хотя бы поняли, вообще стоит слышать этого парня или нет. Вот. Доход. Когда мы говорим доход, нам надо понимать, вы можете, скажем, авторские права защитить, изобретать что-то нибудь и иметь хороший доход, пассивный доход. Я рассказываю ввиду о пассивном доходе. Почему о пассивном доходе? Потому что есть трудовой доход, есть пассивный доход. Трудовой доход, она всегда ограничена. Вы работаете, есть доход, но не работаете, дохода нет. Поэтому это называется трудовой доход. То есть, чем больше вы работаете, возможно, чем больше вы зарабатываете. Ну, не факт, что всегда это происходит, но она вначале происходит, потом у вас появится хроническая усталость, потом вы готовы даже, чтобы на меньшее согласиться, лишь бы, чтобы просто не уставать и здоровье сохранять. Поэтому много людей выбирают трудовой доход только от того, что не знают, как пассивный доход построить. Авторские права – это одна из возможностей, как пассивный доход построить. Образование – это хорошая возможность. Где вы можете инвестировать, получать хороший доход и так далее. Недвижимость – хорошая возможность. Где вы можете инвестировать, получать пассивный доход. Дети – это классный пассивный доход. Если вы хорошо их обучали, конечно. Если вы не обучали их, и они обуза для вас – это проблема. Но если у вас хорошие дети, которые, можно сказать, вы инвестировали в них, хорошо обучали их, и дальше они принесут вам доход. Это правда. Дети – это хорошее. Бизнес – это хорошая вещь, где вы можете инвестировать, получать. Искусство. Например, вы вкладываете дорогие картины, дорогие скульптуры и так далее, и так далее. Какие-то там задумки творческих людей, но не всегда она окупается. Она тоже иногда так, иногда так. Профессия. То есть вы вкладываете в себе, постоянно посвящаете новые тренинги, посвящаете, то есть повещаете свои квалификации, свой профессионализм, раскрываете свой тот талант, который Богом дано, и у вас профессионализм растет. Это дает вам больше дохода и так далее. Золото, оно не дает вам пассивный доход, только капитализация, могут произойти стоимость, у него могут быть что, расти, и вы получите пассивный доход и так далее. Акции вы можете покупать. Акции в большинстве случаев дивиденды очень мизерные, дивиденды большие почти не бывают, только вы получаете, если подорожание акций происходит. В основном сейчас большинство компаний так и зарабатывают. Появили инвестиционные фонды, если в них тоже можно зарабатывать, но чаще всего пассивный доход в них тоже не получаете. Почему я рекомендую вам брать недвижимость? Как? Одно из источников инвестиций, одно из источников возможности зарабатывания деньги. Потому что вы зарабатываете за счет прироста. Сам по себе недвижимости очень выгодно зарабатывать, если вы научитесь эту формулю понять. Вы можете зарабатывать за счет самого прироста недвижимости. Или за счет улучшения состояния актива. Например, вы взяли актив, вы его привели в норму. Это очень зависит от класса недвижимости и так далее. Это формула, как это делать. Есть А, Б, С, класса недвижимости и так далее. Как это грамотно подойти к этому. Я об этом в конференции рассказываю. То есть за счет улучшения актива уже автоматически стоимость этого актива растет. Вы на этом можете зарабатывать. И, соответственно, на выгодные сделки вы можете зарабатывать. То есть если вы правильно сделка совершите, вы на этом можете зарабатывать. Это зависит от того, насколько вы умеете вести переговоры по недвижимости, насколько вы профессионал в недвижимости. Это очень-очень важный момент. Я очень много раз видел людей, которые в недвижимости, они думают, что они инвестируют, но на самом деле эта недвижимость становится для них потом абузой и большая проблема. Когда я почитал разных вещей, я понял, что в недвижимости есть 8 позиций, которые выиграют по сравнению с все остальное и другое. Бизнес иногда не все люди могут вести. Иногда даже по профессиям люди не могли порой расти сильную карьеру, создать и так далее. Остальные все позиции, когда я изучал, 5-6 позиций. То есть там в конференции буду рассказывать, вы увидите. Сейчас я просто все не успею говорить. Огромное количество информации, слайдов у меня и так далее. И когда я это понял, это было 2000 еще. Я учился в недвижимости в 2007 годах. Тогда, только-только, когда начало все подорожать. Если вы помните, в 2004 годах по 2008 год недвижимость начали подорожать и так далее. Я начал там зарабатывать немного денег и так далее. Первый миллион я заработал именно в недвижимости. Потом, до того, когда попал в долгах, банкротство и так далее. Вот тогда понял, что в недвижимости, то есть недвижимость выигрывает именно тому, что больше позиций в недвижимости. То есть я имею в виду, если скажем, что 5-6 позиций ты выиграешь от других, в бизнесах, профессиях, авторских правах и так далее. А в недвижимости есть 8 плюсов, которые очень круто помогают тебе. Контроль над активами. Скажем, что я рекомендую людям, что приобретайте только те активы, которые вы можете контролировать. У вас есть возможность контролировать. Вы не можете создавать богатство, если у вас нет шанса его контролировать. Понимаете? Очень трудно порой все это контролировать самостоятельно. Например, акции, если вы покупали акции, вы можете его контролировать? Если вы покупали появые виссоны фонды, вы можете их контролировать? Я бы не верю. Я бы не верю, что вы можете это... Или дорогие металли, светлой металл купили. Вы можете это контролировать? Не верю. Просто не верю. А вот есть вещи, которые вы сможете самому контролировать, если, конечно, вы возьмете за это. Недвижимость очень легко самому контролировать. И это очень выгодно. Самая важная вещь, что я бы рекомендовал, особенно при открытых кризисах и так далее, лучше бы не иметь то, что ты не можешь контролировать. Особенно, когда попадают сложности, кризисы и так далее, лучше, чтобы иметь бизнесы, которые ты сам можешь управлять, ты сам можешь контролировать. За годы свою работу, за 20 лет в бизнесе, это точно понял. Лучше, чем кого-либо. Я обучаю там, в этом курсе, как делать анализ рынка, как делать анализ рынка недвижимости. Потому что стратегия приобретения недвижимости, стратегия именно по какому классу, именно на что зарабатывать и так далее, и так далее, рождается у вас от умений правильного анализа. Если вы не умеете делать правильный анализ, любой недвижимость вам кажется, что это выгоднее. У меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, что самое главное в недвижимости? Пожалуйста, открывай чат. Что самое главное в недвижимости? Вот вопрос к вам. Что самое главное? Что самое главное в недвижимости? Спасибо. Спасибо. Можете заблокировать. Если вы внимание посмотрели, в основном было три вещи. Три вещи было. То, что мы здесь слышали, было три вещи. Место, ликвидность, еще что-то было. Еще что-то было. Восстраиванность и так далее, и так далее. Хотите, я вам скажу, что самое важное? Кто-то написал цена и так далее. Цена вообще не важна. Цена абсолютно в роль не играет. Вы можете сказать, да, Влад, я против того, что выгодит. Послушай, дальше поймешь. Вот. Цена нет. Именно в этом проблема. Большинство людей бросается за цену. Они говорят, вау, там продается дешевле. Понимаешь, срочные деньги нужны. Надо купить. Ну, стоит же. Но зато этот сохранять деньги. Вот. Я сейчас к этому еще вернусь. Второй мой вопрос. Второй мой вопрос. Очень важный вопрос. Большинство людей недвижимость покупают с какой цели? Просто от страха, чтобы не потерять свои деньги, как-то удержать свои деньги? Или от того, что хотят создать капитализацию? Большинство массовый народ покупают недвижимость. По какой причине или какова их мотивация? От страха, чтобы не потерять свой капитал? Я имею в виду большинство иметь что-то. Вот это правда. Не потерять деньги. Понимаете? Спасибо. И вот, что я заметил. Если вы из опыта... Я же много раз давал вопрос. Анкетировал людей, которые были на разных наших тренингах и так далее. Вот, что я понял. 90% около того, люди... Большинство случаев приобретения недвижимости, что у них есть какая-то небольшая сумма, они думают, что вот, если эти деньги дома держат, ты все равно их потеряешь, давай купим что-нибудь. Ну, стоит для детей. Ну, ладно, стоит, пока дети вырастут, сдадим, я бы там, не знаю, 200-300 долларов дадут или что-то нибудь. Ну, пусть стоит и так далее, и так далее. Только 10-15% в разных регионах по-разному приобретают недвижимость, чтобы на него зарабатывать или пассивный доход получать, либо капитализация. А теперь вернемся к первому вопросу. Я вам задавал вопрос, что главное в недвижимости. Послушайте, пожалуйста, внимательно. В недвижимости самое главное – это план. Если у вас нету плана, что будете делать с этим недвижимостьом, ни в коем случае не покупайте. Даже если бесплатно дадут, не берите. Потому что она превращается в пассив, содержание этой недвижимости – большая проблема. Я знаю людей, которые приватизировали заводы, старые здания, общежития и так далее раньше, а теперь, хоть верить или нет, минимум я получил более 20 предложений, которые люди мне предлагали, более 20 предложений мне предлагали. Пожалуйста, купи, пожалуйста, вот этот объект мы в свое время купили, не знаю, вот стоите, 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 стоите. И знаете, даже самое интересное. Один человек мне предлагал один объект, который купил территорию 10 гектаров, несколько зданий и так далее. В свое время он покупал очень хорошую цену, это приватизировал, еще хорошо платили, покупал. Каждый год, когда прихожу к нему, он один объект снес. Каждый год. Я три года к нему подошел, хотели покупать этот, скажем, этот актив, и я мог его зарабатывать, потому что я знал, что делать с ним. У меня был план. Я ему предлагал цена, которая, по моим понятиям, была самая справедливая цена. А он захотел, прямо начинал, очень прямо из неба. Такие цены назвал просто сумасшедшие. Я думал, что этот человек, значит, говорит то, что он думает. Я оставил его три года. Но самое интересное, каждый год я прихожу, он один из, например, там много зданий, несколько зданий. Каждый год я прихожу, а одну здание нету. Я ему спрашиваю, куда ты их убираешь? И он говорит, мне надоели эти налоги, приходят, мне столько там, надеюсь, что вот снимаю, как этот, кому-то продают плитки, кому-то продают того-того, и содержание этого актива оплачиваю. Сейчас Вилл думал, люди что-то достроят, вылечивают, а он снимает и бросает все, продают по чуть-чуть, по чуть-чуть. И, соответственно, когда он начал согласиться через три года на ту цена, которую я вначале говорил, теперь он говорит, ладно, возьмите по отец моему. Я говорю, нет, потому что три большие ангара ты убрал отсюда, где они? Извини, ты их все снес. Каждый раз я прихожу, ты что-то опять сносишь. Так не пойдет. Я потом отказал от него, не сносил, сейчас мы продали. В общем, такое. Самое главное в недвижимости – это иметь план. Если у вас нету плана, то есть вы не знаете точно, если у вас нету конкретной стратегии с ним, что делать, ни в коем случае не берите. Но если у вас есть хорошая стратегия, но вы видите, что она по сравнению с другими недвижимостью даже дороже, даже дороже, они требуют от вас дороже денег по сравнению с соседней улицы или где-то есть такие. Если у вас есть конкретный план, и вы видите, что это выгодно, берите, не смотрите на цену, она окупается. Много раз люди мне задают вопрос, когда купить недвижимость осенью, весной, летом или когда. Я говорю, любой момент, когда у тебя есть план, купи, не смотри ни на чего. Я это точно понял. Потому что если у тебя есть план, ты можешь создать хорошую капитализацию. Это вообще бомба вещь. А, конечно, другие, это то, что вы говорили, это тоже правильно. Ликвидность, это те вещи, которые вы говорили, это правда, так и есть. Я поставил небольшую динамику, видите, вот, городов и так далее. А, Белек, а где тот, который этот был? А, типа, месяц сам это поставил. А тот, который по годам был, куда давался? С 90-х годов же. Были еще по годам Москва и так далее? Слайд здесь ли, нет? Вот. Вот, смотрите. Смотрите, пожалуйста. Вот. Как это все подорожало и так далее. В одном, вот, если вы внимательно посмотрите, вы видите, что квадратный метр вот так выросло и так далее. Почти 40 раз. Я был в шоке, когда это все изучал. Вот. Конечно, были подъемы, падения и так далее. Вот сейчас чуть-чуть подъезжали по сравнению с 2009 годами, конечно. Но все равно. Все равно. Вот. Теперь. Большинство не понимает, что масштаб вашего финансового интеллекта имеет прямой связь с вашим финансовым потолком. Понимаете? У каждого человека есть финансовый потолок. И этот стеклянный потолок пребывать, выйти, не у каждого получается. Вот это, это очень-очень важная формула, как расширять это. Как расширять, чтобы пребывать в его. Потому что вы видите только то, то, что читаете для себя реальными. То, что не видит ваш мозг, глаза не видят. Очень важно, чтобы вот эта схема, план, вы понимаете, вы смотрите на это участок, или смотрите на это здание, и очень важно, чтобы у вас родилась в голове эта схема. Как это все обдумать, чтобы она появилась, стала реальностью. И это продукт вашей финансовой интеллекта, финансовая программа. У всех людей есть финансовая программа, но люди не знают об этом. Благодаря этой финансовой программе ваш доход держится на одном уровне, колебается и держится, колебается и держится. Например, даже если один раз случайно вы зарабатываете чуть больше, через пару месяцев обратно доход падает, виниц, и опять будут вот в этом уровне идти. Потому что ваша финансовая программа все восстановит, обратно привозит на этом уровне. Другой примеск. Может быть, вы зарабатываете в месяц, например, 500 долларов зарплата. Даже если вы без работы остались, даже если вы два месяца, три месяца без работы остались, поверьте моим словам, откуда-то не возьмись, вот эта сумма у вас откуда-то появится. Кто-то вернет вам долг, где-то какие-то сдельные работы появятся, или какие-то там предложения, и так далее, и так далее. Но вы приблизительно ближе или на того же сумму все равно вы получите. Потому что финансовая программа у вас настроена на эту сифру. Он привык на эту сифру. Поэтому пока не научив управлять своим финансовым программам и не научив расширять масштаб своего финансового интеллекта, убрать финансовый потолок, пока человек этого не научится, доход не растет. К сожалению, это так. Об этом я рассказываю тоже с вами в конференции, как это делать. Инструменты даю, как это делать. Вот. Потому что за годы своей работы я понял, что только так можно добиться успеха. Просто другой возможности, другой вариант не бывает доказываться. если вы хоть раз употребляли деньги или вы готовы употреблять деньги, тогда вы не боитесь страху исчезнуть. Вы будете зарабатывать столько, столько вы готовы патриот. Я повторю, вы будете зарабатывать столько, сколько вы готовы патриот. Тогда ваше сознание освобождается и он не боится ни от чего. Знаете, некоторые люди телефон по три неделю ничего не кушают. Потому что они очень сильно зависимы от имущества. Я прекрасно понял, что если финансовый интеллект развивается и финансовую программу вы научитесь настроить, приключать на том уровне, который вам нужен, Бог даст, у вас страх исчезнет навсегда. Это правда. Деньгами вас никто не напугает и невозможно даже вас напугать, потому что сам по себе система, которая у вас есть, она в любом обществе работает. Вот что классно. Открывай чат, пожалуйста. Открывай чат, пожалуйста. Как вы думаете, что такое инвестирование? Я знаю, что когда... Ну, давайте сначала мне ответить. Как вы думаете, что такое инвестирование? Спасибо. 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 Заблокируй, пожалуйста. Спасибо. Когда рассказывают, что приобрести недвижимость и так далее, у многих людей в голове закладывается так, что, конечно, для того, чтобы приобрести недвижимость, нужны вам деньги. И поэтому вы пишите так, что инвестиции – это вложение денег, чтобы в будущем иметь доход и так далее, и так далее, и так далее. Только один парень писал правду. Я не успел прочитать его имя, но он написал правду. Он молодец, значит, очень хорошо учится. Инвестирование, сейчас кое-что скажу, пожалуйста, я очень хочу, чтобы вы сами догадали. Я буду рассказывать, рассказывать, рассказывать и так далее. Напомните мне, попозже отвечу на этот вопрос. Я хочу, чтобы вы попробовали искать из моих рассказов между слов, между строк именно этот ответ. «А что такое денежный поток?» Открывай, пожалуйста, чат. Что такое денежный поток? Источник дохода. Кэшфлоу, пассивный доход, стабильный прибыл. Поступление денег. Спасибо. Можешь блокировать. Спасибо. Про денежный поток скажу. Про инвестиции буду между строк говорить. Постарайтесь самому догадаться. Хорошо? До конца. Потом, если что, можете задавать вопросы, отвечу. Денежный поток. Вы знаете, что такое бизнес? Бизнес – это не купли-продажи. Один раз купил, туда продавал – нет. Бизнес – это не сделанная работа. Бизнес – это как речка. Посмотрите, как речка течет. Речка течет стабильно, постоянно. Но она иногда по сезонам чуть-чуть увеличивается, иногда чуть уменьшается. Но она никогда не высохнет. Вот это денежный поток. Вот это как речка. То есть, бизнес – это значит, должно быть доход, который как поток идет. Если вы отсюда купите, вот скажу вам такое. Сейчас вы не поймете. Я заметил, что люди, они действуют на несколько категорий. Первая категория – люди, они ищут фишки. Они ищут выгодные сделки. Видимо, покупал машину и продал один раз, немножко имел свою маржу, доволен ходит. Или выгодно какой-то объект здесь покупал, там продавал и доволен ходит. Они это считают, что якобы это их бизнес. Какая-то партия товара выгодно купили, продал. То есть, это сдельная работа. Иногда один раз зарабатываешь, один раз теряешь, один раз получается, другой раз не получается. Второе бывает – категория людей, которые ищут удобные случаи на рынке. Например, сейчас пошло вот это, все люди начали маски и начали под этим масками. Тренды ищут. Тренды ищут. Что в тренде? Вот тренды – сейчас маски. Давай маски продам. Тренды – сейчас антисептики. Давай эти продам. Завтра там что-то еще той продаем. И так далее. То есть, это люди, которые ищут тренды. То есть, это люди, которые сезонность ищут. Заготавливают в сезоне это, потом то и так далее. Я делал все эти вещи, ребята. Все это я делал в свое время. И в сезоне там заготавливал рис, чтобы потом продавать. Заготавливал с литра в декабре, чтобы потом весной продавать. Заготавливал там лук осенью, чтобы потом продавать. Фрукты. В общем, что только не делал, Господи. Все эти вещи я делал. Это люди, которые работают. То есть, а эти тренды, какой-то год получать, какой-то не год, нет. Я помню, что я заготавливал огромное количество лука, и тот год цена наоборот упала, и все, многое даже испортилось. Ё-моё, я потерял достаточную сумму денег. Один год зарабатываю, какой-то год тряю. В общем, вот так. А потом понял. Я пришел, стал человеком другого категория. Я отказался от эффекта фейерверка. Бух! Один раз такой крутой, а потом еще годами нету дохода. Потом бух! Один раз там крутой, месяцами нету прибыла. Нет, от этого все отказался. Теперь, когда мне предлагают какие-то одноразовые сделки и так далее, даже какой бы миллион прибыль, если бы не были, я отказываюсь сразу. Я говорю, нет, ребята, мое мышление, он другое. Я другой человек. Потому что опыт накопилось. Я построил системный подход. То есть систему строил. Я построил бизнес, который сначала мне дает, возможно, 500 долларов прибыло, но каждый месяц. Или тысячи долларов дает. Но стабильно каждый месяц. А потом поработаю, как-то систему чуть-чуть увеличить. Потом чуть-чуть. Потом чуть-чуть. Потом чуть-чуть. И наступит день, что может быть через год или два он начнет давать 20 тысяч долларов, 50 тысяч долларов в месяц. И потихонечку она растет. 100 до 200. Вот потихонечку. Но она, независимо от сезона года, независимо от того, что я сплю или поехал отдыхать, или там не знаю, что делаю, она как поток. Она стабильно приносит доход моей семьи. Вот это денежный поток. Это третья категория бизнеса. Третий подход людей, которые построят системный подход и так далее. Вот я к этому пришел годами. Я думаю, что чем раньше вы придете к пониманию этого, тем быстрее вы добываетесь успеха в деньгах и так далее. Поэтому у меня тоже было, что сделано, я покупал, продавал недвижимость. А потом в какой-то момент я это поставил в поток. Это было здорово. Я просто понял, что мне нужно каждый квартал, или каждый год, или каждый полугод сделать кое-что. И это работало. Поэтому любой бизнес превращается, пожалуйста, в поток. Для большинства людей инвестирование действительно рискованно. Но на самом деле риск заключается в инвесторе. То есть, внимание обратите. Не в бизнесе риск, а риск это в инвесторе. Это означает, что инвестор является рискованным бизнесменом. Он принимает рискованные решения. Он берется за те идеи, которые рискованные. Он берется за те объекты, которые рискованные. А на самом деле риск не в бизнесе, не в продукте, в самом человеке находится. Он себя ведет так. Он принимает такие решения. Поэтому, он, например, когда это понял? Я делал гостиничный бизнес в Алмате в 2009 годах. Смотрите, полно гостиницы зарабатывают, а я иду на минус. Я караганде делал детскую клинику. Не идет. Полно в мире детской клиники, которые зарабатывают. Я тогда понял. Не в клинике проблема. Что-то с тобой проблема, что не можешь наладить работу. Химчистки. У меня было сетхприемник химчистки и так далее. И если другие зарабатывают в этом бизнесе, и это рабочий модел, а у тебя не получается, извини, это ты проблемный бизнесмен. Не в бизнесе проблема, а у тебя проблема. Поэтому, когда сам бизнесмен такой, он считает, что инвестировать на проблемы и так далее, и так далее. Так что инвестировать – это не рискованно. Риск – это именно рискованно быть в названии грамотным человеком. Вот это большой-большой риск. Самый большой риск. Потому что у тебя очень много триаж. Очень-очень много триаж. Смотрите. Очень много мне пишут, говорят, у меня классная идея. Вы знаете, сколько предложений я слышу каждой неделе? Каждой неделе моя помощница собирает иногда десятки, иногда двадцатки. Разные предложения, крутые идеи и так далее. Я говорю, нет, ребята, я раньше поддавался идеям, сейчас нет. Понимаете, за каждой великой идеей должен стоять великий человек. Человек, который эту идею могут реально превратить в богатство. В большинство случаев такого я не вижу. В большинство случаев у людей есть какие-то сырые задумки или какие-то там сумасшедшие фантазии. В большинство случаев я не видел. А вы знаете что? Надо быть очень сильным духом, чтобы какую-то либо идею превращать в богатство. Это очень сильное намерение, потому что вы однозначно должны пройти через барьеры, через критики, через унижения, через риски. Иногда порой финансовые дефициты. Иногда под давлением конкурентов надо работать. Под давлением, понимаете, инфляция надо работать. И это под давлением, понимаете, время меняется, продукты меняются, ваш потребитель постоянно меняется, он хочет что-то еще лучше. А вы только-только научились это хорошо делать, он говорит, дай мне другое. Потребитель стал очень капризный и самое главное, он хочет теперь получить больше ценностей, скидки получат, подарки получат, акции получат. Еще, знаете, доставку получат, высокий сервис получат и меньше платить, черт побери. Сейчас потребитель стал настолько избалованный. Это вообще просто. Поэтому за каждой великой идеей должен стать великий человек. Вы видите, всегда помните, что великие идеи становятся великими богатствами только в том случае, если человек, стоящий за этой идеей, тоже желает стать великим человеком. Кого можно назвать великим человеком? Как вы думаете? По вашим пониманиям, кого вы читаете великим человеком? Открывайте чат, пожалуйста. Кого вы называете великим человеком? Дорогие мои, себя здесь? Ленин. Виталий, вы молодец. Вообще-то Ленин, да. Моцарт. Илон Макс. Но я не имел в виду, что назовите имя человека. Я имел в виду... Кого можно читать? Не имя человека важно тут. Кто-то пишет Путин. Чингус. Ха-ха-ха. Кто остается в истории? Неленивым. Силь не легает. Ого. Живот посильного дохода. О, моё имя вы поставили рядом таким великим. Спасибо вам. Спасибо. Значит, когда-нибудь стану. Я ещё всего лишь ученик. Спасибо. Спасибо. Блокируй, пожалуйста. Спасибо. Два показателя из великого человека. Два показателя. Масштаб его цели. Масштаб цели. Почему масштаб цели – одно из показателей великого человека? Вы понимаете, что цель, которую вы ставите перед собой, это показатель уверенности в себе. Масштаб цели вашей – это показатель уверенности в себе. Кто-то ставит цель перед собой, зарабатывает тысячи долларов в месяц. Это его уровень. Он сам себя измеряет так. Потому что он не уверен, что он мог заработать десять тысяч. Цель человека – это показатель уверенности в себе. Да? Поэтому у великого человека вы видите его масштаб цели. То есть это показатель его уверенности в себе, что я справлюсь. Поэтому он ставит грандиозные цели. Второе. Насколько он больше количеством людям был полезным. То есть его идея, его стратегия привёл изменения, возможно, миллионам людям. Возможно, мирового масштаба. Понимаете? Возможно, то есть те люди, которые вы написали, действительно, они великие люди. Имена, которые вы написали, это так. Эти люди изменили жизнь миллионных людей. Они принесли пользу. Вот это показатели. Это правда. Значит, первый – масштаб цели. Второе. Какую цель нас принесли, чтобы большее количество людям помогли. Поэтому, а теперь, может ли любой человек этим стать? Конечно, да. Если он будет работать над собой по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он растёт. Это как спорт. Вы, поработая над собой, можете два раза больше делать анжиманы. Потом поработать над собой пять раз больше. Потом поработать над десять раз больше. Это как спорт. И человек это делает очень счастливыми, очень уверенными. Каждый раз по чуть-чуть, по чуть-чуть, по больше. Я покажу вам мои результаты с 2014 года по 2020 год. Потому что до этого я долги отдал. До 2008 года я накопил, заработал на недвижимость хорошо. И были мелькие, небольшие бизнесы. Я продал их, чтобы сейчас долги отдать туда-сюда, когда трудность. И вот с 2014 года до сегодняшнего дня, то, что я сделал. Чтобы вы немножко представление имели, чтобы вы не думали, что вообще ты сам можешь то, что говоришь, делать или нет. Я вписываю вам вот то, как есть. Как есть, ребята. Моя особенность в том, что я рассказываю, как я делаю. И постарайтесь в нем найти что-то ценное и брать для себя пользу. Это реальные вещи, которые мы делали. И реальные вещи, которые, слава Богу, есть. Алхамдулеллах. Вот. Это результаты, которые с 2014 по 2020 год именно в недвижимости я сделал. Вот. Продолжение следует. Вот эти пошаговые успехи, которые мы делали. Это 10-этажный дом построили в Куджанде. Это уже 2019 год пошел. В прошлом году отстроил. Это в общем то, что в саде все-все сделали в границе Афганистана. Столько вложений ушло. И наконец-то я купил себе дом в Бишкеке. До этого я в хороших квартирах жил. То есть это для офиса в Бишкеке. Второй тоже мы купили, чтобы бизнес-центр построить. Сейчас стройка идет. И вот это суммарно. Но здесь нет еще капитализации. Как вы думаете, это вообще то, что мы делали с 2014 года по сегодняшний день. Это личное дело. Своими руками, с помощью Аллаха. Открывай чат, пожалуйста. Как вы думаете, если вы умеете водить машину, вы можете кому-то научить, как водить машину? Как вы думаете? Да, я люблю Бишкеке, Галмата, Москва, Нью-Йорк, Дубай. Очень много городов есть. Мои любимые города. Душамбе. Если вы умеете готовить хорошо еду, вы можете кого-то научить этого, правда? Правильно? Вы можете кого-то научить. Правильно? Если он захочет, вы его легко можете обучать. Правильно? Здесь то же самое. Вся проблема в том, что… Спасибо, блокируй, пожалуйста. Знаете, что я понял? Вся проблема в том, что люди думают, что как будто внешняя ситуация сильнее, чем они. Ваш мозг – это самый ленивый орган, самый хитрый, самый ленивый участок ваше тело – это ваш мозг. И оно максимально сопротивляется, что-то изменит. И понимаете, о чем я сейчас рассказываю? Мы в душе хотим лучшей жизни, но наш мозг ищет тысячи оправданий и говорит – «Сейчас кризис, у тебя нет денег. Наверное, Довлату бы повезло. Если Бог не даст, ничего не будет. Если не найдешь связь, ничего не будет». И так далее. Если у тебя было бы такое образование, если у тебя были бы такие авторитеты, если у тебя были бы такие связи, если у тебя были бы помоложе, если у тебя не были бы эти долги, возможно, если ты лупит, кредит не брал бы, если тебе партнеры не подвели бы и так далее, и так далее, и так далее. Если надо было начать в 2000-х годах, а сейчас уже поздно, ваш мозг, самый ленивый орган сопротивляется всегда, самый хитрый, питается загнать вас в том, где вы были вчера. Почему год за годом в качестве жизни много изменений нет? Почему? Потому что 99% в вашей мысли, в вашей голове, 99% мыслей, которые сегодня, это вечерашние мысли. Вы каждый день встаете с этими мыслями. И поэтому сегодня опять то же самое. Послезавтра опять то же самое. Год пройдет, и ты видишь, много чего изменений нету в жизни. Мизерные изменения. Когда я говорю о финансовых программах и так далее, я не шучу о масштаб сознания и так далее. Я реально не шучу, ребята. Я показываю вот эти конференции, по какими схемами построил, вот это все я сделал. И самое главное, в 2014 году у меня были денег? Нет. У меня был только план, как это делать. Четкое видение, стратегия. Я покажу и пошагово показываю. И люди, когда посещают эту конференцию, по окончании этой конференции, вы уйдете оттуда, и у вас должно рождаться конкретный план. Без плана не отпустим вас домой. Вот и все. И вы должны уехать. У вас в руках должно быть именно этот план. И выезжайте, делайте. И каждый человек исходя из того точки, где он находится. Я не могу сказать, что вы все сразу будете стать чемпионами. Нет. Каждый из вас добьется столько-столько, понял, столько-сколько способен унести с собой. Это похоже, как тренажерный зал. Вы уносите с собой, то есть вы подняете столько тяж, сколько сможете. Поэтому, дорогие мои, ваши собственные увеличения находятся в конце пути. А когда для касаться превращения идей в деньги, доход до конца пути приходится много раз. Много раз вам придется дойти до конца пути. Вам кажется, что вот это конец. Дальше выхода нет. Но конец пути – это когда у вас искать идеи. Поверьте мне, если сегодня идея закончилась, значит, ты уже смирился с этим. Ты уже понял, что это конца пути. Нет. Понимаете? Когда вы чувствуете, что идея закончилась, денег нет. Но если вы сможете себе найти силу идти дальше, что же? На самом деле требуется для того, чтобы добиться большего? Я могу вам сказать, это путь бесконечный. Это путь не заканчивается. Вы можете оставить после себя классальные задумки, классальные стратегии. Вы можете оставить после себя такие вещи, которые 500 лет, тысячи лет будут работать. Это здорово. Поэтому, ну, в тренинге я много буду говорить, вы поймете. Я не хочу вас много задержать. Очень много, правда, тем я там рассказываю. Поэтому по чуть-чуть здесь поставили, чтобы говорить вам хотя бы. Мы там будем обсуждать, как выбрать категорию недвижимости. Недвижимость имеет очень много категорий. Разные виды недвижимости существуют. Например, квартирные жиле дома. Как вы в них зарабатываете? Что надо делать, чтобы вы могли иметь хорошие пассивные доходы или капитализация? Как делиться? Как коммерческим помещением вы можете зарабатывать? Офисные здания и так далее, и так далее. Какие инструменты надо использовать для того, чтобы вы коммерческим зданием могли бы хорошо зарабатывать? Потому что разные категории недвижимости, абсолютно разные формули. Ход верить или нет, это так. Как бывает, что, например, Toyota другой дизайн машина и стоимость другой. Скажем, BMW другой или там Жгули, тоже сами недвижимости. У них свои нюансы, свои подходы или складские помещения, как это добыться, как это сделать и так далее. С чего начать? Как к нему подбирать подход? Гостиничный комплекс, развлекательные центры, торговые центры, пансионаты и так далее. Как этого делать? С чего начать и как поиск делать, как подбирать почву, земли, даже как, если хотите строить, самому строить и так далее. Я очень много алгоритмов даю, чек-листы даю, формули даю, планы даю. И как подходящий недвижимость подбирать, чтобы вы не проиграли, потому что, если вы не то покупаете, потом продать не можете. Знаете, потом это могут превращаться в проблемы и так далее. Как на все смотреть не глазами потребителя, а глазами инвестора. Я, чтобы вы мне поняли, что такое глазами инвестора, одну фразу покажу. Вот эта ручка, я держу в руках ручкой, видите? Но на эту ручку каждый смотрит по-разному. Например, когда вы покупаете, на эту ручку смотрите, она удобная, чтобы она писала, самое главное. Потому что вы не ручку покупаете, вы покупаете возможности писать, возможности фиксировать то, что надо и так далее. Теперь внимание обратите. Но дизайнер, когда смотрит на эту ручку, он смотрит другими глазами. Он смотрит, чтобы эта ручка была максимально красивая. Но когда технолог смотрит на это, он смотрит другими глазами, чтобы максимально она была практичная, чтобы она не сломалась, чтобы она была устойчивая, чтобы при первой трудности она не вылетела его в пружине и так далее. и так далее. Теперь смотрите, когда на это смотрят с точки зрения бизнесмена, бизнесмена, вам самое важное, чтобы была прибыль на это все. Если прибыль на нет, потому что, смотрите, дизайнер очень хочет через эту ручку реализовать свои задумки. Он может благодаря своей крутой фантазии очень сильно подорожать стоимость этого. Технолог тоже сами могут делать. И каждый тянет отдел в свою сторону. Но бизнесмены очень важно, чтобы это была прибыль на него, чтобы он работал не на холостую, жизнь не отдал на холостую, чтобы он что-то зарабатывал. Поэтому, когда дело касается недвижимости и так далее, большой роль играет, чтобы вы могли иметь взгляд инвесторов, понимать, как это делать, как капитализацию сделать или как пассивный доход построить и так далее. Это очень важная вещь. Как финансовые рычаги использовать, как денежный поток построить, какая денежная рентабельность из этого недвижимости, норма капитализации и так далее, и так далее. Что нужно делать, по каким показателям двигаться и так далее. В общем, много еще вы узнаете там. Я же вам говорил, что, знаете, очень много людей просто хотят владеть что-то. Они читают, что я владею это, это здорово. Я владею таким объектом. Я помню, я был такой голодный в самом начале 2000-х годов, 98-х годов. Я покупал чего угодно. Такие глупые участки покупал. Я помню, такие глупые инвестиции делал. Приобрел там какие-то здорово, зато лишь бы желание владеть что-то. Это было такое. Но на самом деле ценность и недвижимость основаны на его финансовой отдаче, а не на его стоимость. Он говорит, ой, подешевле, давай покупаем и так далее. Поэтому можете ли вы на это зарабатывать? Самая важная вещь. Поэтому мы говорили с вами, что вам надо вот эти вещи усваивать, как это все делать. Я там рассказываю в семинаре, показываю, как это делать. Показываю конкретные формули, как это все работает. Вот. С чего начать и как потом, к чему закончиться и так далее. Некоторые люди мне много задают вопросы о том, что ипотеки брать или нет и так далее. Я там объяснять буду, научу, что надо делать, чтобы это не стало. Потом ваша жизнь не превращалась в борьбу за выживание. Иногда люди берут большие обязательства, потом живут, чтобы просто догнать. Догнать. Жизнь переди них, они просто работают, чтобы потом догнать до этого. То есть, их жизнь проходит борьба со своими обязательствами потом. Как снижать риски? Риск все равно есть. Вы хотите, нахотите, в любом бизнесе есть риск. Вы родились, уже вы рискуете. Уже есть риск, ничего не поделишь. Риск совсем тысячи процентов или сто процентов избавиться невозможно. Но можно его минимизировать, чтобы мы могли управлять рисками. То есть, наша задача, что в этом курсе, чтобы вы все все то, что у вас есть, все то, что у вас есть, по крайней мере, превращали в актив. То есть, все. Я там специальной формуле, специальной системе, по которой заставляю людей фильтровать то, что у них есть. Это просто люди в шоке. Когда они начинают видеть, что многие вещи, которые они вложили, свои деньги, многие вещи, то, что они... Вот давай, открывай чат, один вопрос, задам сразу кое-какие вещи, потом поймете. У меня первый вам вопрос такой. Пожалуйста, внимательно слышьте. Только честно пишите в чате. Из того, что вы приобрели за эти годы вашей жизни, из того, во что вы вложили свои деньги, что из них приносит вам доход? Я повторяю. Из того, что вы приобрели, из того, что вы вложили за эти годы, что из них приносит вам доход? Вы же работали, куда-то давали свои доходы. Вы же работали сами, куда-то же положили. Только честно напишите. Договорились? Только честно надо писать. Что из них реально приносит вам доход? Я не говорю. Знание это невозможно трогать. Если вы не работаете, ваши знания не работают. Я сижу разговариваю, чтобы знания работали на меня. Я говорю из того, что вы действительно без вашего участия могут работать. Знания не читаются. Потому что, что мои знания работают, я сам сейчас сижу работаю. Видите? Что именно? У большинства людей ноль. Ничего не принесет им доход. Абсолютно ничего. У большинства людей так. Вы верите или нет? У меня там конкретные формули. Когда вы будете заполнять эти таблицы, у вас голова поворачивается. Вы начнете осознавать. И это очень важно, чтобы понимать. Потому что большинство людей приобретают те вещи, которые устареют те вещи, которые постепенно изначиваются. И они говорят для себя, по-разному объясняют себя. Они говорят, но это же необходимо. Кто-то говорит, это моя мечта. Кто-то говорит, но это же без него невозможно жить. Ну, как бы мы ни говорим, факт, что эти вещи не принесут нам доходы и так далее. Там, именно в этом курсе, я показываю, буду рассказывать о том, как надо сделать так, чтобы все ваши активы, как управлять своими активами и так далее. Об этом буду показывать, рассказывать и так далее. Никогда не забуду. Однажды в город Ош подошла одна женщина, в город Ош, подошла одна женщина и мне попросила, можно пропустить меня бесплатно, у меня денег нет. тренинг стоил 200 евро. Я смотрю на нее, вроде бы здоровая женщина, нормальная, не инвалид, ничего. Я сказал, в Кыргызстанце Ай-Джей говорит, Ай-Джей это якобы тетя, она была чуть-чуть старше меня или старше сестра, вот так Ай-Джей говорит. Я сказал, Ай-Джей, я не могу вас пустить бесплатно. Она говорит, почему? Но если вы хотите, можете же. Подарите мне, пожалуйста, ваш тренинг. Я сказал, не могу. Потому что вы не инвалид, вы не сумасшедший, вы полноценный, нормальный человек. Я не могу позволить себя относиться к вам как инвалид. Вы понимаете, если вы попрошайничаете, Господь открывает вам дверь бедности. Так сказал святой пророк. Если вы стучите дверь прощания, попрошайки, перед вами открывается дверь нищеты. Если вы стучите дверь благодарности, перед вами открывается дверь изобилия. Я ей сказал, я не могу, потому что вы сегодня у меня мою услугу берете бесплатно. и вам кажется, что это нормально. Завтра вы у прыгмахера возьмете, послезавтра у стоматолога возьмете, потом еще у шкатурщика берете, потом еще у кого-то и постепенно вы дойдете, до еду дойдете, в столовье зайдете и говорите, послушай, покорми меня сегодня. И так далее, и так далее. И наступит день, когда ваше сознание начинает это принимать как естественный образ жизни. И рано или поздно Господь сделает вас инвалидом, и ваша мечта реализуется, чтобы попрощайничать. Но ведь никто же попрощайкам не дает деньги от того, что восхищается ими. Но вряд ли кто-то из вас попрощайкам деньги дает на улице, говорит, какой ты молодец, хороший профессор провел, я восхищаю с тобой. Но вряд ли. Вы даете им что-то от жалости. Я сказал ей, Айджей, вы хотите, чтобы я вас уважал или пожалел вас? Она сказала, я хочу, чтобы вы меня уважали. И не только вы, хочу, чтобы другие тоже уважали. Я сказал, тогда заслуживайте уважения. Идите, найдите деньги, платите. Вы знаете, первый день был водный тренинг, второй день тренинг был 200 евро. Поверьте, для дохода киргизстанцев это в тех годах, это в 2010 годах был. Знаете, это очень большая стоимость, 200 евро, потому что зарплата там тоже самое где-то около 100 долларов или 150 долларов. Это больше, для кого-то месячный зарплата, для кого-то полтора месячный доход. Но меньше не должно быть. Ценные вещи должны иметь стоимость. Я сказал, Айжей, хотите навсегда изменить свою жизнь, идите, пожалуйста, на этот тренинг, она вам поможет. Вот увидите. И не знаю, откуда. Это, оказывается, мои фразы очень сильно задели ее, она поняла. Не знаю, откуда-то она долго пришла на тренинг. Она была на тренинге. Как раз я объяснял, как управлять активами, одну-две формулы давали и так далее, как построить организацию источника дохода был тренинг. Я рассказывал, как денежный поток строить и так далее. И вы знаете, проходит через 4 месяца или 5 месяцев вот так. Мне в офисе кто, я прихожу в офис, моя администрация говорит, вы можете принимать консультацию из далека человек приехал, это в Бишкеке. Я говорю, она что, хочет сегодня, что ли? Я говорю, ладно, давайте, пусть подойдет. Я принял, смотрю, это она. Вы представьте, час моей консультации стоит 500 долларов и она оплачивает его спокойно. Я сказал, это же вы, я же помню, вы хотели бесплатно на тренинг попасть. Она говорит, я больше всю оставшую жизнь никогда не буду чего-то брать бесплатно. И вы знаете, что она мне говорит? У меня есть, говорит, 92 тысячи долларов, что делать с ними? Я пришла, чтобы мне показали, что с этим делать. Она поняла мои формули. Это было круто. Эта женщина консультировалась у меня 11 раз. За 5 лет. Хотите, скажу вам, сколько, до какого дохода она дошла в тот момент, когда последняя консультация я давала? Последняя консультация я давала 2014 или 2015 год. Она временами приходила, уходила, приходила, уходила, год иногда один раз, иногда полтора года один раз. Но тот момент, когда последняя консультация давали ей, ее доход был от 35 тысяч долларов, а в сезонах были 73 тысяч долларов в месяц. Вы можете сказать, реально? Я вам скажу, да, реально. Человек, который попросил мне пустить ее бесплатно на тренинг, 200 евро не могла платить. Никогда не забуду эту историю. Вот так проходит конференция, ребята. Вот так из разных городов люди собираются. Вот так проходит. Это иногда по окончании недели разные картинки. А это Худжанды был. Вот. Много народа, видите, четыре ряда вот так. По бокам очень много народа. Вот видите, очень круто проходит. Весело проходит. Скажу вам, очень круто проходит. Люди потом не хотят уехать даже домой. Это вот что-то, последние дни потом что-то происходит. Настолько они привыкают, как родни становятся, что они не хотят даже уехать. Вот. Код за годом, слава Богу, лучше и лучше люди приходят к нам. И люди новые темы, разные темы у нас каждый год. Туда отдых и знания одновременно. У нас по утрам клуб здоровья приходит для того, чтобы закалять характер. Потому что, я же вам сказал, чтобы великие идеи превращать в деньги, за него должен стать великий человек. Человек с характером, человек, человек, который имеет вносливость, человек, который понимает, что это надо, как это обналичить, как это делать и так далее. Вот в таком духе. В общем, проходит это. каждые 6 утра на берегу мы тренируемся. Вот. И это было в прошлом году на открытии озера мы поехали в этом, как яхте. Мы провели последний банкет там. Это было супер на высшем уровне. Вот видите, с 2009 года, вот так год за годом, год за годом люди больше, больше, больше проходят. Если вы действительно поняли, что вы реально хотите зарабатывать деньги на недвижимости, добро пожаловать. Мы готовы. пожалуйста, приезжайте. Пожалуйста, мы ждем вас. Приезжайте на наш мастер-класс, именно где я буду рассказывать про недвижимости. Пожалуйста, очень доступна цена. Вот. Пять дней проходит с 3-го заезд до 8-го числа, 8-го отъезд. Стоит копейка. Это 1 час моего консультации, а там 5-дневный курс. Это вообще круто. Вот. Теперь открывай чат. Если вы услышали меня и вы поняли, ну, для человека понимаешь, это достаточно. Вот. Добро пожаловать. Кто после моего рассказа, вот, кому из вас нужны эти знания? Кому из вас реально эти знания вы видите, что хотите вот тот мой опыт повторить? Хотите знать, как я это делал? Изнутри, пошагово, по схемам. Как купить билеты? Пожалуйста, бросайте сайт. Это, ребята, Азамат, бросай сайт несколько раз подряд, зайдите сайт, пройдите по этому, телефон есть, разговаривайте, несколько раз бросай, бросай, потому что чатят, он могут уходить вверх, Азамат, бросай несколько раз. Говорят, что в ближайшее время границы откроют. Говорят, что вот там опубликовали, опубликовали границы, по-моему, 14-го, 17-го, 18-го, 22-го Казахстан открывает, кто-то 20-го открывает, кто-то 14-го открывает, Россия, по-моему, очень много границ мира там опубликовали где-то интернеты, посмотрите, вы видите, вот, если кто-то из вас был, вы знаете, Зафар, идите, гуляйте подешевле, хорошо? Что вам даст за такую сумму? Вы что? как вам не стыдно еще подешевле? Вы что, в базаре находитесь? Идите, гуляйте. Вы что? Вы понимаете, что миллионер покажет вам, как зарабатывать миллион, и вы говорите, подешевле, иди, купи телефон, черт побери. Понимаете, что вы пишете? Это дешевле, чем ваш телефон. Это дешевле, чем ваши, понимаете? это дешевле, даже, чем ваши туфли, чем ваши обои дома, и дван, которые вы купили. Ваши телевизор дороже стоит. Иногда не понимают, люди, какими местами мыслите. Вы понимаете, что миллионеры вам показывают, как это делать, вы ищете дешевле, да иди, гуляйте подальше. Я не хочу, чтобы у вас бедное мышление оставалось. Уничтожайте это бедное мышление. Вы никогда не можете добиться больших результатов с таким подходом, дорогой мой. Я серьезно. Это очень важно. Очень важно. Хотите изменить чего-то своей жизни, вам надо понимать, за это надо платить. Уловили? За это надо платить, ребята. Ничего бесплатно в вашей жизни не происходит. Никогда. бесплатно только, как говорят там это, да, мишеловка там, для этого как там называется, в общем, сыр мишеловки. Вы знаете, сколько обойдется бедность? Вы знаете, сколько обойдется действительно нехватка знаний? Вы знаете, сколько обойдется именно невежество для ценой всю твою жизнь? Поэтому это даже не обсуждали, никогда даже не говорили такие вещи. Всегда думайте не то, что вы платите, всегда думайте, что я приобретаю, кем я стану. Я очень хочу помочь приобрести ваше сознание. Поэтому иногда мне придется быть жестким. Я как хрур, который резит из вашей сознании, это геной и выкинет. Вы не думаете, я гладкий наставник. Нет. Если вы со мной встретились, вам надо измениться. Другой выхода нет. Азизхон говорит, что там Якутия уже 6 утра, можно поздоровить. спасибо. Спасибо. Дорогие мои, не обижайтесь за вооружён. Я это от чистого сердца. Это как родного сказал. Был бы я плохим наставником, я вам сказал, да, конечно, давай 20 долларов дешевле, больше, меньше. Это нет, родные мои. Старайтесь добиться успехов. Дорогие мои, вы добираетесь до Алмати и добираетесь до Пешкека. Дальше транспорт мы организуем сами. Организационные расходы ваше проживание, питание и так далее, она стоит отдельно, я не знаю, сколько обойдётся, обычно иногда от 450 до 500 долларов иногда вот так, 400 долларов вот так обходит обычно. Дату нет, пока не можем изменить, посмотрим пока, пока вот такое. Вот, идите по сайту или там спросите в ваших городах есть очень много наших представителей и так далее, приобретайте билеты, приходите к нам на семинар. Буду очень рад вас видеть. Спасибо, Нурбо. Вот такое, буду очень рад помочь вам, хоть быть полезным для вас, сколько, сколько сможем для вас будем полезными. Рита, вот даты, вот видите даты здесь от 3 по 8 вы знаете за 22 года свою работу я не видел людей, которые делали мои советы и не получили результат, просто не видел, но есть те, которые не делают, ну есть такие, которые не делают, значит это их выбор. Спасибо вам, большое вам спасибо, ребята. Италия, Алена, обязательно буду. Вот сейчас потихонечку граница открывается, обязательно буду, Алена, Италия. Спасибо вам, Андрей, спасибо, дорогой, большое вам всем спасибо. По поводу ствол маркетинга, Жебек, напиши, пожалуйста, когда у нас будет такой открытий, встречи по поводу ствол маркетинга. Я буду говорить по поводу, это для тех, кто занимается ствол маркетинг, я буду рассказывать про наш мастер-класс, который будет из Секули тоже. Напиши, пожалуйста, дате, когда я это провожу, завтра или послезавтра, про сетевиков, когда разговор, вот ребята спрашивают же, 6 июня, значит, завтра буду говорить про сетевиков, вот, так что, вот такое время, вот, 16.30, во время Москвы, послезавтра буду говорить про бизнес, предпринимательство и так далее, для предпринимателей, для владельцев бизнеса. Добро пожаловать, послушайте, дай Аллах, чтобы это все вам помогло. Желаю вам успехов, ребята, до новых встреч, всего доброго. И шоло буду, Казахстан, конечно, буду, Санкт-Петербург тоже. Всего доброго.